На сцене молодежного центра Реутова репетиция в самом разгаре. Школа-театр Art & Soul готовится к показам бременских музыкантов. Премьера постановки прошла в мае этого года, потом юные артисты ушли на летние каникулы. В новогодние праздники спектакль вернется к зрителям. Главное вспомнить и отточить все танцевальные движения. В бременских музыкантах на сцену выходит одновременно 40 человек. Это классическая постановка о любви и свободе с песнями, которые с детства известны всем. Некоторые хореографические элементы подсмотрели в тиктоке. К драматической части подошли с академической серьезностью. Актрисе Софии Булыгиной 12 лет. В постановке ей досталась роль атаманши. Нужно было работать над ролью, смотреть сверхзадачу, какую, возможно, пластику нужно использовать, какие, возможно, воспоминания нужно пробуждать себе, аффективную память. Это воспоминания, которые у тебя есть по технике Саниславского, если я не ошибаюсь. Ты пробуждаешь в себе эти воспоминания и за счет тех эмоций, которые вызывают у тебя эти воспоминания, ты играешь и подаешь это все зрителю. Саня, дальняя дорога, выпадать на люк. У них очень шумяк много, а я девушки люблю. Второй пандемийный год для театральной среды вышел непростым, но в октябре «Арт энд Соул» успели принять участие в международном фестивале-конкурсе «Новые леса» в Саранске. Получили специальный приз жюри за пластический спектакль «Айди Нот Фаунд». Айди – это как личный облик человека. Опять же, мы все пользуемся интернетом, социальными сетями, и у каждого есть свой айди, каждому присвоен свой индивидуальный код. И этот индивидуальный код был не найден. Потому что постановка о том, как и себя не потерять, как не предавать свои внутренние чувства, как справляться с зависимостью от других людей, от каких-то ситуаций. «Айди Нот Фаунд» – часть трилогии театра о человеческих взаимоотношениях. Полностью ее покажут 24 декабря. А к Новому году, кроме бременских музыкантов, Артен Соул готовит свою главную рождественскую сказку – путешествие в Мармеландию, а также спектакль «Оскар и розовая дама». История про любовь, веру и чудо нисходит с подмостков уже 8 лет. Есть в афише и другие постановки. Много у нас очень планов на март и на февраль. Мы будем играть «Лоскутика и облачко». Это самый младший состав театра. Тоже была премьера в мае. И сейчас у нас опять труппа разделилась младшая на два состава. Мы будем играть два раза спектакль. Потом мы будем играть «451 градус» по Фаренгейту. Тоже мы выпускали в мае в двух составах. И также два состава отыграют, возможно, в мае или в апреле. Чайка по имени Джонатан Ливингстон продолжает жить. Мы будем играть. Тоже была премьера в мае. В следующем году молодежному центру Реутова и театру школе Артен Соул исполняется 10 лет. Юбилей отметят двумя премьерами. Одна из них «Мой дедушка был вишней» – трогательная история о семье и непрерывности жизни. Вторая «Кит плывет на север» – сказка, основанная на людском фольклоре с современной пластикой. Артен Соул также готовит вторую часть путешествия в Мармеландию и планирует поездки на театральные и хореографические фестивали.